Добрый день! Продолжаем с вами разговор о формальной логике, ну и по мере наших скромных возможностей по соотношению формальной логики с диалектической. Сегодня у нас тема «Понятие». Помним о том, что логика – это наука о формах мышления, и формы мышления предоставляются нам языком. Это у нас три структурных элемента. Понятие – это кирпичик, из которого складывается фраза. Понятие – это может быть как одно слово, так и целое словосочетание. Студент, сидящий передо мной и спящий, очень громко храпящий, допустим. Это может быть суждение. Например, студент, спящий передо мной – это Иванов Сидор Петрович, знаменитый двойшник. Это будет суждение. Я соединила два понятия. И это суждение может быть истинным, может быть ложным. И умозаключение. Мы здесь сделаем вероятное умозаключение. Этот студент спит передо мной, Иванов Сидор Петрович, поэтому его шансы получить зачет стремительно сблизятся к нулю. Вот такое вероятное умозаключение. И вот мы продолжаем говорить о понятиях, и нужно с вами дать определение понятия форма мышления, отражающие предметы в их существенных признаках. Существенные признаки – это такие признаки, которые, во-первых, наличие их и отсутствие делают предмет предметом. То есть, если этого признака нет, то здесь вообще о конкретном понятии речи не идет. Во-вторых, они присущи этому объекту от начала жизни до, так сказать, конца существования его. И третий момент – существенные признаки отличают этот предмет от всех остальных. То есть, например, если у нас существенными признаками homo sapiens является прямохождение, то здесь невольно возникает возражение, которое древние греки друг к другу бросали, что если человек – это, как там один из философов определил, человек – это двуногая без перьев, то в ответ, так сказать, ему бросили ощипанную курицу и сказали «вот вам двуногая без перьев». То есть, признаки в данном случае несущественные. С другой стороны, если мы с вами укажем признак, как обычно говорят, разумное существо, говорящее, то тогда под категорию «человек» у нас не попадут дети, инвалиды, да, и просто люди, которые не говорят по каким-то причинам. Поэтому здесь могут быть разные подходы к определению человека, это на самом деле проблема. Об определении мы немножко попозже скажем. То есть, самое простое, конечно, в настоящее время, наверное, это определение человека, но, может быть, вы мне, кстати, возразите, действительно, это определение через происхождение, генетическое определение. То есть, человек – это то, что рождено от человека, вот в таком плане, да, то есть, код ДНК, да, у нас человеческий, вот в таком аспекте. Хотя выглядеть он, откровенно говоря, может по-разному, ну, с биологической, в всяком случае, да, какой-то вот такой материальной позиции. А если мы говорим о социальных признаках, то это уже будет другое, соответственно, определение. Итак, я напоминаю, да, что, когда мы говорим с вами о понятиях, человек грамотный, тот, который видит этот объект во всей сложности, да, он может увидеть сразу три слоя. Я об этом говорила, да, в каждом понятии. Это у нас то, что мы назовем имя, да, то есть буквально звуковое или письменное тело знака. Тело, знака. Ну, так вот образно, да, я скажу, мне нравится это выражение. То есть то, что звучит, да, например, какое-нибудь там слово, НИХАО, да, или там, не знаю, там, МОРКОВКА, вот. Или вот буковки, да, вот эти имя. Это то, что на поверхности. То, что на поверхности. Во-вторых, это смысловое содержание. Смысловое содержание. Это то, что задается определением. Определение. То есть, получается, мы должны уметь объяснить, что это такое. Что такое государство, да, что такое диктатура пролетариата и так далее. Пока нет определения, да, вот это звукосочетание, оно может значить все, что угодно. Самые неожиданные вещи, да, у людей могут коннотации, и вообще, то есть, случайный дополнительный смысл возникать самым случайным таким вот образом. И третий элемент любого понятия – это предметное содержание. Предметное содержание. Содержание, то бишь, это объем. Будем пользоваться этим словом. То есть, то, что стоит, те объекты реальности, или процессы, или свойства, или отношения, которые стоят за этим словом. За этим словом может ничего не стоять. Быть концепция может иметь место. А в качестве, допустим, проекта. А предметного содержания либо еще не было, либо уже нет, допустим. То есть, большой взрыв – это то, что случилось, ну, гипотетически, да, весьма вероятно. Смысловое определение мы можем дать, но его уже нет. Не сейчас он происходит. Или, например, страна, победившего коммунизма. Да, или там, планета Земля, да, победившего коммунизма. Концепция есть, предметного содержания пока еще не было. Так вот, мы с вами разделим все понятия по вот этим вот критериям, по этим признакам. Потому что они ведут себя очень по-разному. Нужно понимать свойства каждого понятия. Вот, например, обращусь к аудитории. Почему речь с образными выражениями, с образными эмоциональными выражениями нельзя считать научной? Почему она не приводит обычно к конструктивной беседе, если это у нас... Вот человек любит использовать цветастые эпитеты, да, эмоциональные, да, какие-то характеристики, да, такие вот человекообразного мышления. Потому что любая аналогия ложна. Любая аналогия, да, во-первых, ложна точного умозаключения. Нет, она не любая, конечно, аналогия ложна, но в большинстве случаев бытовые аналогии это просто сравнение. Вот, хорошо, ага, что еще? Чем мешает образное мышление? В чатах очень часто, да, вот разговариваешь с людьми, для меня прям проблема, да, люди склонны к эмоциональным каким-то характеристикам, да, к эмоциональным оценкам. Хочется сразу из всех чатов выйти. Не точные, они очень не точные. То есть, как бы человек передает свои эмоции, какие-то желания, отчаяния, да, там, стереотипы. Но о чем он говорит, не всегда нужно понять даже. И чего он от вас хочет, самое главное. Поэтому, да, поэтому специально наука, вот как институт по созданию, по продуцированию объективного системного знания, да, еще с глубокой древности, да, если мы так будем от Аристотеля, да, например, науку считать, ставила своей целью создание специального точного языка, без художественных вывертов, да, разнообразных, вот, а с конкретно точным смысловым содержанием и предметным содержанием. И еще, кстати говоря, очень важный момент, об этом говорила, когда мы разговариваем образным языком, весьма вероятно нарушение, например, закона тождества, подмена понятий. Один про фону, другой про ирюму. А при этом пользуемся одним и тем же словом, да, то есть нужно помнить, что вот эти коварные товарищи, да, они имеют синонимы, синонимы, омонимы. То есть звучит так же, ом, ом, не, ну, разные люди разных специальностей, разных профессиональных областей используют под одними и теми же терминами совершенно разумные вещи. Поэтому выработка, да, понятийного аппарата – это фундамент любой науки, можно сказать, профессионального жаргона, да, это очень хорошая, полезная штука, на самом деле. Итак, давайте мы с вами попытаемся, я попытаюсь показать, что мы должны учитывать в классификации самих понятий. Итак, вот у нас было смысловое содержание и предметное содержание по, давайте сначала по предметному содержанию, да, то есть по объему, по объему. Разделим все понятия по очень простой классификации. Если я буду повторяться, может быть, я в прошлый раз уже говорила, я, честно говоря, не очень скучно помню, что там у меня было. Мы делим их на пустые, да, нулевые, да, объем равен нулю, объем равен нулю, то есть либо будет, либо, ну, сейчас нет, да, либо никогда не было в проекте, да, допустим. Там, например, полет, полет человека к Марсу, ну, не было еще его, но возможно, что будет. Пустые, потом единичные, единичные и общие. То есть мы называем понятия пустыми единичными и общими. Мы помним, что это речь идет именно об именах. Речь идет не о, как сказать, о том, что, да, там, коммунизм, да, пустое понятие. Коммунизм, кстати, не пустое понятие, коммунизм, это политический строй, да, допустим, да, устройство, да, какое-то. И как концерт, да, он есть, да, на самом деле. Но если мы, как я уже говорю, государство победившего коммунизма, да, ну, пока нулюбое. Ну, пустое, наверное, некрасиво звучит, давайте посмотрим, пусть будет нулюбое. Так, теперь, единичное, да, вот социалистическое государство, давайте подумаем. Здесь у нас объем будет равен единице, уникальный, да, неповторимый объект. А здесь просто больше нуля, объект больше нуля. Социалистическое государство, это у нас тогда какое-то, единичное, общее, точно не пустое, да, потому что были, да, социалистические государства. Общее, да, их было несколько, да, как минимум. Вот, но в семнадцатом году, если мы скажем, что социалистическое государство, в семнадцатом году оно у нас будет единичным. Ну, вот, как-то вот так вот. А можно вопрос, по ходу дела? Да. Вот чисто логически, а зачем нам понятие нулевое, которое равно нулю, то есть ничего себе не содержит? Это как бы не логично получается, пустое? Зачем нам густота? Ну, вот, это существует. Это уже бытие, погодите, это бытие, это уже единичное. Существует смысловое содержание, которое соответствует либо прошлому, либо потенциально будущему. То есть, так, например, были созданы модели, макеты, проекты того, чего потом создали. Да, вот как Роджер Бекон, это там философ, там, тринадцатый, если не ошибаюсь, ехать. Нет, на самом деле по времени, а не по объему. Проблема в том, что понятие, как вообще любой объект, любой объект Вселенной, он историчен в какой-то конкретной ситуации. Да, и вот для Роджера Бекона подводная лодка была пустым понятием, но он ее придумал средневековый, схоласт. Да, то есть для него оно было пустым. Также для нас сейчас подводные лодки – это общие понятия, даже не удивительные совершенно, не удивляют нас. Поэтому здесь творческое, так сказать, проектирование, ну, это речь полезная. Фантазия – одна из функций мышления, очень полезная, проективная. Нет, ну, если мы что-то придумали, то оно уже есть. Оно есть, и в этом роде его самого нет. Ну, Баба-Яга есть или нет? Чебураш. Конечно, есть. Баба-Яга есть. Есть, как понятие, конечно. Она есть, как персонаж. А Баба-Яга нет. Да? Нет. Как персонаж. Голевому человеку, если скажем «Чебурашка», он представит себе вполне конкретного чебураша. Представит, но, тем не менее, такого чебурашки, такого зверя, ну, может быть, генетики развлекутся и создадут когда-нибудь чебурашки. Ну, а кто сказал, что это зверь? Это еще надо показать. Действительно. Может, это кукла из мультика. Но когда мы говорим «Чебурашка», у всех какой-то образ. То есть, он не на любой образ. Значит, смотрите, не образ, да, еще раз повторяю. Есть имя «Чебурашка», имя есть, да, согласны. Смысловое содержание зависит от нас. Если, например, я считаю, да, что, а поскольку, кстати, это объект фантазии пока что, там может быть все что угодно, но я считаю, что это зверь, да, например. Правда, непонятно, почему он говорящий, ну, ладно. Это что-то, разновидность хомо сапиенса какого-то. Ну, там и крокодилы, правда, тоже говорят. Так вот, в зависимости от того, какое смысловое содержание я задам, вот такой у нас будет объем. Да, если мы берем «Чебурашка», это знаменитый персонаж мультфильма, да, или там сказки Успенского, да, то он вообще будет у нас единичным, потому что персонаж, да, он как уникальный один образ, да. Если мы будем брать «Чебурашка» как игрушка, то это будет у нас общее. Их много этих игрушек, включая компьютерные игрушки, компьютерные моделирования и так далее. А если как живое существо в реальности, да, то в этом смысле это будет нулевое. Потому что есть закон связи, да, я об этом не сказала, да, закон корреляции, да, между объемом и содержанием. Пардон, между смысловым содержанием, да, и объемным содержанием предметным. Я просто почему спрашиваю, вот диалектика делит понятия на три тоже вида. Там есть единичная, то есть когда мы говорим «Чебурашка», это вот единица, она есть. Есть особенная, то есть особенная «Чебурашка», которая кукла, которая продается на рынке, которую можно купить. А есть всеобщее, то есть всеобщее понятие «Чебурашка», которое там во всех головах, и сумма всех «Чебурашек» вместе взяток. И мультики, и фильмы, и все что угодно. То есть там нулево, нет нулевого. Зачем понятие, которое ничего себе не содержит? То есть почему оно нулевое? Оно или единичное, или общее, или всеобщее? Ну вы считаете, что с точки зрения диалектики «Чебурашка», видите, «Чебурашка» будет у нас единичным, если все-таки мы считаем, что он существует в реальности, да, если про живое существо. Если как выдуманный объект наш, так сказать, плод нашего воображения, то Бога ради, да, пожалуйста, он тогда будет единичным, как я сказала. «Чебурашка», по-моему, он даже как бренд, как торговая марка, чуть ли не там, зарегистрировал. То есть он зарегистрирован в законе, то есть «Чебурашка» существует. Как образ, как образ, очень важно в каком виде, да, он существует? Он существует. Говоря много, как образ, вы подмену понятий совершаете, да? Нет, это и есть понятие, понятие о том, как выглядит «Чебурашка». Но «Чебурашки» не существует. Понятия существуют. Пойдемте на рынок, там полно «Чебурашки». Это игрушка «Чебурашка». То есть все зависит от нашего определения, от нашего определения. То есть мы можем своей фантазией придумывать все что угодно, и поймите, то что вы сейчас сделали, это доказательство бытия Бога, онтологическое доказательство бытия Бога. То есть есть слово, значит обязательно должен быть и объект. Раз все народы говорят, что Бог, что есть Бог, ему поклоняются, ну 100% он и есть, что люди дураки, что ли? Так же и с чебурашками. А здесь хитрость в том, что наше мышление, оно, хотя вроде как в идеале, да, эталонное мышление призвано отображать объективную реальность, но фактически оно живет, как и любая система, своей жизнью, да, во многом. И вот это вот хитрость. То есть нужно всегда помнить, в чем мы говорим, о смысловом содержании или о предметном содержании, что есть в реальности. В реальности действительно есть образ, всенародно любимый герой с массой характеристик, да, как живое существо, бегающее, да, там размножающееся, да, питающееся со всеми вытекающими последствиями, не только вытекающими. Потому что, если мы заговорили о подмене понятия, вы сейчас как раз говорите о том, что есть чебурашка как некий живой объект. Я не говорила такого, я сказала, что его нет как раз. Мы подразумеваем, что чебурашка – это живой. То есть у нас, вы уже будете новое понятие – живая чебурашка. Мы говорим просто о чебурашке. То есть вы просто отказываетесь от определения понятий, вы хотите жонглировать понятия и определять. Мы говорим о понятиях, называемой чебурашка, потому что чебурашка как один термин, как одно понятие. Понятие без, еще раз повторюсь, понятие без данного ему определения – это просто звук. Киргуду, барбамбия. Есть чудесное слово, замечательное. Словосочетание даже. Вы переходите к терминам. А мы не о терминах. Понятие чебурашка. Что вы под словом термин подразумеваете? Термин – это просто форма выражения того или иного понятия. Вот звук – это, наверное, ближе к термину. Вот звук – это термин. Ну, видите, для того, чтобы, допустим, употребляют термин, и, кстати, в слове «детерминация», да, там тоже есть вот этот вот корень термин. Термин я использую как раз как понятие со строго определенными границами. То есть термин, вообще, собственно, что исходно, да, означало само по себе слово – это был древнеримский бог Межи. Строгие границы между участками, они строго определены. И не нарушаете границы, потому что ты святотатствуешь таким образом. А то, о чем вы говорите, да, очевидно, вы и говорите об имени, ну, с моей точки зрения. Имя – это просто звуковое сочетание некое, да. И вот у Бамбарбия Киргуду у него есть только имя, а, строго говоря, смыслового содержания у него нет. То есть нету понятия в нем? Понятие – это всегда, понятие – это всегда вот эти три элемента. Имя – как знак, как внешняя телесная оболочка. Так же, как у любого другого знака, да, там, вот такого знака, да, или там, вот такого знака. Есть обязательно смысл и есть предметное содержание, которое, да, гипотетически, оно либо материализовано, да, или там, существует в реальности, либо его, собственно говоря, нет. Зачем нужен ноль? Вообще, собственно говоря, зачем вообще в математике ноль изобретений? Вообще, это считается это великим изобретением, да, кто там, я, честно говоря, сейчас вот забыла, не помню, индусы. А, Рабу кто-то, А, Рабу. Да, индусы, по-моему, даже индусы все-таки эту категорию изобрели. И эта категория, она действительно является большим скачком в мышлении людей. Потому что до этого люди характеризовали, те же греки, они в этом смысле очень простые люди. Они создавали понятие для того, что есть, да, а вот создать понятие для отсутствия, да, например, вот никто не догадывался, да, но в то же время мы понимаем, что отсутствие в некоторых случаях, это вообще-то очень реальная и сильная вещь, да, например, мои потребности неудовлетворены. То есть отсутствие удовлетворенности моих потребностей, да, это страшная вещь, да, она, которая отравляет мою жизнь, да, или в моей жизни нет любви, да, это тоже, да, или там нет смысла, да, в моей жизни. Вот здесь вот отсутствие, это, извините, огромный ноль такой, который вот, огромное значение. А тогда можно еще один коварный вопрос? Вы сказали, что у него это может быть гипотетическим будущим. Ну, если мы берем гипотетическое будущее, то мы можем взять и гипотетическое прошлое же в обратную сторону. Наверное, да, да, здесь и динозавры, вот они как бы, их получается уже нет, это нулевое понятие. Динозавры, живые динозавры в настоящее время, будет понятие, да, звучать у нас, конечно, являются нулевым понятием, вот, а динозавры в прошлом, да, прекрасно существовали. То есть одно и то же понятие у нас может быть как нулевое. А, строго говоря, это не одно понятие, вы видите, я же, понятие это не слово, понятие, это, может быть, связка слов, как я и говорила, спящий студент, да, на моей голове. Живой динозавр. Живой динозавр в настоящее время, это одно понятие. Динозавр сто миллионов лет назад, это совершенно другое понятие. А если просто динозавр? А если просто динозавр, тогда оно у нас неопределенное, вот если мы дадим ему определение, да, там, рептилия, да, там, какая-нибудь, господи, не знаю, я не смогу сказать. Вымершая рептилия. А. Чего это слово вымершая? Так, а вымершая она у нас есть или нет? Ну, вымерла, нету, вымерла. Нет, она есть как вымершая, она есть. Как останки. Как останки, да. Ну, действительно, это совершенно нормальный процесс, то есть мы просто должны помнить о том, что наши слова, это наши слова, вот это отражение реальности, это постоянно уточняющийся процесс не только в связи с общим развитием науки, научного знания, но даже с уточнением наших потребностей, для чего мы сейчас это конкретно говорим. Вот, и ноль, это все-таки великая ноль, это великое открытие человеческой, так сказать, цивилизации, науки, отсутствие, присутствие и отсутствие, вот, не побоюсь этого слова. Итак, нулевые, да, единичные общие. Действительно, кстати, я в некоторых учебниках формальной логики видела и такую категорию, как универсальные, универсальные или всеобщие, да, понятия. Но с точки зрения вот этой вот простой классификации, да, честно говоря, немножко просто выбивается из темы, но понятно, да, что, понятно, что категории, как сверх понятия, они подразумевают целую концепцию, да, за собой, то есть каждая категория, это прям целая философская концепция. А здесь о более простых вещах говорится, в общем-то. Итак, вот, значит, нулевое, единичное, общее. Существует, не существует, существовало, не существовало, в каком контексте, да, с какими признаками и так далее. Значит, что еще я хотела сказать, да, вот по, по, да, по поводу объема. Еще, с точки зрения объема, но немножко в другом аспекте, мы с вами понятия поделим на собирательные и разделительные. Или не собирательные, их называют. Собирательные и разделительные. Собирательные понятия, это такие понятия, которые называют некий признак и приписывают его группе вообще, как целому. Как целому, да, то есть, можно так записать, да, что признак принадлежит целому. Принадлежит целому. Но при этом он не принадлежит, может не принадлежать каждому члену группы в отдельности. То есть, например, мы можем сказать, вот в собирательном значении, когда используется термин, ну, классический пример, да, из всех учебников, значит, человечество осваивает космос, Иванов. Человек, значит, Иванов осваивает космос, да, вот. Ну, да, про некоторых, да, студентов так и хочется сказать, что они космос осваивают. В данном случае, действительно, это же правильно, что человечество осваивает космос, но именно как целое, как целое, но не каждый член в отдельности. Или, например, там, допустим, там, отряд не заметил потери бойца, да, вот опять слово отряд означает некую совокупность. Может быть, Басечкин заметил, да, потерю бойца, вот, но, значит, не вся команда в целом. То есть, это у нас такие, типа, полк, там, созвездие, да, допустим, да, созвездие, да, как совокупность некой объектов. Народ, да, например, народ выбрал своего президента, да, или, там, класс выбрал своего староста. Классический такой пример. А разделительные, да, разделительные понятия, они характеризуют каждый признак, да, принадлежит каждому признаку. Принадлежит, принадлежит каждому, можно я вот так напишу, сопрощенную, каждому члену группы. Члену группы. То есть, если мы сказали, да, что, допустим, народ хетов вымер, полагается, что в данном случае у нас ни одного представителя хетской национальности не осталось. Да, или человечество, да, опять же, да, возьмем человечество, не может жить в безвоздушном пространстве. Здесь не в собирательном, а разделительном значении. То есть, в данном случае получается, что, соответственно, есть такие слова, которые вообще совокупность обозначают, но их использовать могут по-разному. И вот этим часто пользуются люди, ну, скажем, ну, манипуляторы, да, когда выдают желаемое за действительное в собирательном и разделительном смысле. Все и каждый, да, или когда говорят, допустим, это принесет пользу, эти реформы принесут пользу людям, да, и невольно хочется спросить, да, уточните, пожалуйста, каким людям конкретно они принесут пользу. Включен ли туда, допустим, рабочий класс. Так, по объему, собирательный и разделительный, ну, есть еще такая классификация, как регистрирующий и нерегистрирующий, это не так важно, это имеется в виду, просто можно посчитать или нельзя посчитать. Не будем на этом останавливаться. И теперь по содержанию смысловому. Здесь несколько сложнее ситуация, потому что с вещами, существующими в объективной реальности, в каком-то смысле, обращаться проще, чем с идеями, которые бесконечны и многообразны. По смысловому содержанию. Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что все понятия по смысловому содержанию, в зависимости от формулировки основной идеи, а именно по наличию или отсутствию признака, да, возвращаясь к нулю, они делятся у нас на отрицательные и положительные. В логике, конечно же, используется положительные в смысле наличия признака. Здесь у нас отсутствие признака, вот, а здесь наличие признака. Я уже об этом говорила в прошлый раз. Насколько качественно, богаче, да, обычно бывают положительные указания, положительные требования, да, допустим, чем отрицательные. То есть, человек, например, без совести, да, собственно говоря, когда мы называем человека бессовестным, вообще, да, все отрицательные частицы здесь имеют место. Без, без, не, в некоторых случаях анти, латинские, да, могут быть там типа апатия, да, нечувствие, диз, дезориентация, да, и так далее. Разнообразные отрицательные частицы. То есть, по сути дела, мы здесь говорим только то, чего нет. Человек живет безбедно, да, или как, безэмоциональный, безэмоциональный. Мы просто сообщаем о том, чего у него нет. Или, опять же, да, если мы говорим, там, не бегай, да, не хами мне, не хами мне, то мы на самом деле только один признак, вот, отрицаем, минус один признак. Но что делать, строго говоря, мы не говорим здесь. Более содержательно, да, было бы, наверное, сказать в некоторых случаях, если мы особенно в личной коммуникации, эти просьбы, приказы осуществляем. Лучше сказать, что делать. Соблюдай правила вежливости. Давайте будем следовать общепринятым правилам поведения. Мы призываем к чему-то. Но в некоторых случаях, действительно, за этими понятиями отрицательными закрепляются совершенно точные характеристики, и в этом смысле, действительно, им неудобно пользоваться. Например, юридическое понятие несовершеннолетние. Здесь все понятно. Это просто люди, не достигшие 18 лет. Или недееспособные. Недееспособные. Тоже совершенно точное содержание, характеристика. Ну и положительные понятия. То есть, например, если мы скажем, да, бессовестный. Как можно охарактеризовать этого человека? То есть, например, да, бессовестный, аморальный, ну, какой-то, не знаю, жестокий, да, например. Жестокий. Наличие признака. Да, то есть положительное – это не значит хорошо. Да, отрицательное – это не значит плохо. Вовсе нет. Злодей, да, злодей – тот, который делает зло. Он тоже, да, вот у нас сюда попадет. Но также и герой тоже будет здесь у нас. То есть, да, эти мнения содержательные. И еще один момент. Еще один момент. Это у нас понятия определенные и неопределенные. Здесь я бы сказала, что действительно эта разница устанавливается в ходе разговора, в ходе конкретной беседы, конкретной коммуникации. Потому что то, что определенно для одного человека, может быть неопределенным для другого. Короче, разница между определенным и неопределенным, она неопределенная, да, заранее. Но здесь речь идет о чем, да? То есть определение, оно создает ясность. Ясность и смысловую, да, конечно, ясность в, так сказать, смысле, в смысловом аспекте. Вот мы, например, с вами спорили, да, насчет чебурашки. У нас смысловое содержание, да, чебурашки все время менялось. И, естественно, из-за этого менялось и предметное содержание. Ясность в смысле, да, и, конечно же, четкие границы. Границы. Границы в предметном содержании. То есть, ну, в объеме. Я покороче напишу. Объемы – это есть предметное содержание. Предметы, границы в объеме. Что входит, что не входит. Люди, действительно, пока не дают определение, зачастую и спорить бессмысленно. Давайте определимся в понятиях. Когда мы говорим «государство, вам ничего не должно». Или мы говорим «государство совершенно не заботится о народе». На что мы здесь вообще под словом «государство» разумеем? Никто не знает. Поэтому, пока не определились, претензии не ясны. Вот. Итак, ясный смысл. Ну, а тут стало быть, допустим, «многозначность». «Многозначность». «Полисемия», да, называется. «Многозначность». Это могут быть и просто аммонимы с какой-нибудь там косой. И вот пример я приводила еще слова, даже в науках используемые. Они иногда повторяются, но при этом означают разное. Когда математиком, я читала лекции по философии, использовала термин «гипербола». Ну, точнее сказать, это было семинарское занятие, и кто-то там из ребят что-то там рассказал о каком-то там преувеличении. Я говорю, ребят, ну, вы не принимайте близко к сердцу это преувеличение. Это же просто гипербола. И они на меня так посмотрели, да, где тут гипербола, а где тут парабола. Тут я поняла, что мы о разном говорим. Поэтому устанавливаем пределы. А когда устанавливаем пределы, более строгий у нас смысл. Но часто люди используют вот это вот значение – ясность. А, кстати говоря, ясность может быть… Ясности что может препятствовать? Например, использование как раз специальных каких-то особенных сложных терминов. То есть что значит понять что-либо? Это значит опереться на то, что я уже знаю, и на это настроить то, что я не знаю. А если мне, например, ребенку или студенту мы объясняем непонятными терминами что-то непонятное, то мы не делаем это яснее. Из серии, там, не знаю, экзистенциализм – это направление феноменологической линии философии. Что я ему объяснила? Ничего я не объяснила. Яснее не стала. Поэтому это у нас неопределенно. Но обычно вот эта определенность-неопределенность заменяет другим термином. И я здесь все-таки настаиваю на том, что это у нас такое житейское, путающее использование термина. А именно абстрактное и конкретное. Абстрактное и конкретное. Абстрактное, правильно ли я сказала? Конкретное. Прочитала, да, буквально накануне, что само такое противопоставление абстрактного и конкретного вроде бы ввел геги. И довел в каком-то смысле до логического, наверное, конца, в смысле до абстракта в каком-то плане. Но с другой стороны он действительно показал, как они соотносятся, в какой степени, да, как это происходит. И здесь давайте мы сразу определимся, что подразумевается под абстрактным и конкретным. Ну, самый простой способ объяснить, что это, это следующим образом. Конкретное существует в реальности. Существует в реальности. Существует в реальности. Это может быть какой-то, ну, понятное дело, что все материальные объекты, да, конкретные, само собой. Но также это могут быть процессы, какие-то события, да, явления, феномены. То есть на самом деле достаточно широкий спектр здесь. Но будем исходить из того, что он существует в реальности, независимо от человека. А абстрактное – это результат некой уже конструктивной, да, такой созидательной работы языка. Иногда, правда, она может заходить в тупик, естественно, да, как для языка характерно. Потому что мы можем придумывать все, что угодно, да, слова. Итак, получается, существует в реальности, да, а здесь у нас будут, давайте так запишем, да, сконструирование. Сконструирование, сконструирование человеком. Немножко горяво сейчас сформулировала, но сейчас, сходу, не смогу переотстроить. Итак, сконструирование человеком, да, может быть, выявленные. Выявленные. Объект отношения и свойства. Отношения и свойства. И приводят пример обычно какой? Что есть, например, у нас есть, ну, какие объекты? Чебурашка. Нет, просто, ну, это, конечно, лучше гораздо лучше. Давайте я сейчас классический пример приведу. Потом к чебурашке. Значит, ну, вот у Платона, да, есть, он говорит, есть лошадь, да? А вот давайте сделаем такое свойство определенное, да, сконструируем. И у нас будет лошадность. То есть эта лошадность обычно умных студентов поражает, да, и меня тоже в свое время. То есть некое свойство. Звучит сейчас вот оно ужасно, но по сути дела это свойство, которое делает лошадь лошадью. А из более реального, да, все-таки возьмем, например, белый цвет. Белый цвет. А здесь возьмем, у нас будет, отбросим, отбросим все варианты реального воплощения до белого цвета, возьмем белизна. А больше мне даже нравится такой пример, как красота. Да, ну, Платон, понятное дело, любил вообще все, что связано с эстетикой. Так вот, смотрите, мне кажется, хорошо очень показывает, как процесс абстрагирования происходит. Красивый дом. Это что-то одно, да, красивый дом. Кто там еще себе представил, да? Красивый конь, да, красивый человек. Красивый пейзаж. Совершенно разные вещи мы с вами представили. Вот, ну, очевидно, все они вызывают у нас какие-то эстетически приятные ощущения. Так вот, получается, абстрагирование, да, дословно переводится как отвлечение. Это отвлеченные понятия, вот, отвлеченные понятия. Мы отбрасываем конкретные свойства пейзажа коня человека дома, а еще, кстати, есть красивое поведение, допустим, и конкретные поступки. И оставляем некую вот такую вот обедненную конструкцию красоты в целом, да, красота вообще. Да, то есть здесь у нас, а с чебурашкой, ну, чебурашечность. Кстати говоря, слово чебурашка-то от слова чебурахнуться происходит, оно-то было в диалекте, да, то есть от слова падать. То есть здесь получается скорее обратный процесс восхождения от абстрактного конкретного произошло. От свойства к созданию персонажа. Является ли вот сам чебурашка как понятие, абстрактным понятием, а конкретный чебурашка, это конкретный чебурашка в мультике, в фильме. В виде игрушки. Ну, вот мне кажется, что все-таки здесь то, о чем вы говорите, это скорее можно к определенному и неопределенному отнести. То есть с кем есть путаница и с кем нет путаницы. А абстрактная это все-таки была чебурашечность. Или чебурашеподобие какое-нибудь. То есть именно свойство. И интересно здесь для меня то, что на самом деле вот эта, опять же, граница, она постоянно меняется, потому что мы помним, что язык, мышление, познание развиваются постоянно, неизбытно и так далее. И если для того, чтобы создать вообще понятия, любые даже просто слова, действительно нужно было идти по пути абстрагирования, отбрасывания конкретности. Например, стоят три разных человека. У Анны рыжие волосы, у кого-то будут черные, а кто-то еще будет лысый, как коленка. Они все трое имеют совершенно разные признаки. Но и тот, и другой человек, а еще не дай бог, если с разного цвета кожи, то есть нужно отбросить внешние какие-то признаки, абстрагироваться от внешней формы и прийти к общему. Это процесс восхождения конкретного к абстрактному. И получается, что появляется категория человек или человечество. То есть тот термин, которого, скажем, тысячу лет назад никто бы не стал применять ко всем. Потому что всем известно, что там за горизонтом живут письеголовцы. А у тех там они вообще непонятно какие, ходят на трех ногах и не соблюдают обычаев наших предков. Они вообще не люди, строго говоря. А вот обратный процесс, он тоже неизбежен и тоже очень важен. То есть вот тот же Иринков, он пишет о восхождении от абстрактного к конкретному. Да не только Иринков, и Маркс об этом говорит в первую очередь. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, конечно, абстрактное понятие, оно обедненное. Но это может быть полезным конструктом для каких-то наших конкретных целей. Вот у нас есть цель объединить всех людей. И поэтому должен быть такой вот, да, обедненный конструкт человечества. С точки зрения националистов, да, к примеру, там Константина Леонтьева, вот он пишет. Что такое человечество? Это вообще пустое понятие. Оно бессмысленное и бессодержательное. Да он говорит, есть разные народы со своими обычаями, со своими характеристиками. Есть сословия. И это очень красиво, когда они такие разные, да, такие разнообразные. Ну, красиво может быть, потому что это яркая, репестрая картина. Но сам по себе отказ от такого абстрагирования, ну, это тоже отрицание реальность. То есть человечество и с биологической точки зрения, и с экономической, да, на данный момент оно все-таки существует. Оно взаимодействует друг с другом и так далее. Но следующим этапом после восхождения от конкретного к абстрактному, да, мы должны помнить, что должен быть и обратный процесс. Должен быть уточнение, раскрытие свойств, которые когда-то, может быть, были у нас, смотрите, отношения. Да, вот если мы возьмем категорию отношения. Собственность. Это ведь тоже отношение. Собственность. И, кстати, с точки зрения, допустим, того же, ну, на мой взгляд, может, возразите мне, больше об этом знаете. С точки зрения марксиста, собственность – это довольно-таки неопределенная вообще категория. Потому что на каких основаниях, да, задумываются, задумываются многие философы, на каком основании вот эта собственность у этого человека, да. То есть человек, создавший продукт, да, или человек, придумавший вообще этот продукт, или человек, воплотивший его в жизнь, или человек, копавший, там, добывавший ресурсы для создания этого продукта, или тот, который просто в соответствии с нормами юридическими современными получил свидетельство о собственности, да, то есть чей это продукт. В этом смысле оно, конечно, неопределенное. И в этом смысле оно довольно-таки абстрактное, да. Но получается, что в нашей реальности, если мы особенно тем более не задумываемся о том, что это такое, собственность кажется чем-то совершенно конкретным. То есть, например, Папа Римский, сейчас я не помню какой-то под номером, но какой-то 20 века, как один из, одна из, бул, да, один из текстов, да, таких программных Папа Римского против социалистов направленных. Он там как раз говорит о том, что собственность, это вообще категория, просто данная человеку богом, потому что первая наша собственность, это наше тело, и вот границы нашего тела, да, это вот священная и нерушимая сфера. Ну а потом, да, получается уже, на что я смогу наложить лапу, да, грубо говоря, да, то становится моей собственностью. И в этом смысле все равно это неопределенная категория, неопределенная. Но будем исходить из того, что да, существует, не существует. Но факт, что, дело в том, что чтобы дойти до некоторых категорий, да, нужно было прям соединить несколько свойств, да, например, вот буря, например, учебники, да, опять же, да, пишут, конкретно это буря. Хорошо, буря, но это не материальный, строго говоря, объект, это процесс, это сложное взаимодействие, чего-то там, да. То есть на самом деле, чтобы создать концепцию бури, да, нужно было уже абстрагироваться от каких-то разных там элементов. Поэтому я к тому, что они на самом деле друг в друга перетекают, и если, скажем, вы умный, семи пядей во лбу, да, то то, что для одного будет абстрактным, для вас будет совершенно конкретным. Для меня, допустим, я не семи пядей во лбу, наверное, да, но в каких-то областях я понимаю, для меня там определение религии, да, это вещи совершенно конкретные, я четкие границы вижу, то, что я там религиозер, да, к примеру, или правовед, или правовед. Но, еще раз, да, призываю вас, насколько это возможно, не путать абстрактное с непонятным. Из серии, если я не знаю, да, что это, ну, все, значит, это что-то абстрактное. Нет, это просто неопределенное. Это просто неопределенное. А можно, да, вопрос? Вот по этой классификации, да, вот бозон Хиггса, он существовал всегда, он существовал в реальности, существует сейчас, но про него никогда не знали. Потом была теория выдвинута, появилось абстрактное представление о бозоне Хиггса, после чего его нашли. Но бозон Хиггса, как конкретное понятие, уже существовал, получается, всегда, и до того появился... Не путайте объекты и понятия. Ну, существующий в реальности объект существовал, как бозон Хиггса. Существующие понятия, существующие в реальности, бозон Хиггса. Ну, да, да, действительно, то, что было, да, ну, про что мы не знаем или не знали, ну, на данный момент это понятие конкретное. Я, если как-то, наверное, говорили, не очень знаю, что это такое. Честно, вы мне скажите. Просто до того, как теорию предположили, что он существует, да, его долго искали. То есть, ну, при этом он уже существовал реально. Вот, соответственно, понятие абстрактное, ну, точнее, абстрактное понятие... Ну, то есть, когда-то оно было конкретным, когда-то оно было... Абстрактным, потом в какой-то момент стало конкретным, когда мы убедились, что он есть. Ибо он существует в реальности. Ну, в реальности он существовал и всегда. Или это и есть то самое неопределённое? Честно говоря, я просто не знаю, по каким критериям они искали. Да, то есть, возможно, что как раз... Давайте, хорошо. Если были свойства, наверное, если... Да, если... Атом, предположили ещё древние греки, что существует некий атом. Нашли его через две тысячи лет. Вот, за эти две тысячи лет, ну, он, собственно, всё это время существовал до этого, так и после этого. Вот. Вот атом это абстрактное, конкретное, или когда он стал конкретным, когда был абстрактным... Сколько говоря, всё-таки абстрактным, вот в таком формально-логическом смысле, мы подразумеваем свойства, да, то есть, получается, что то, что открыл... Атом делимости. То, что открыл, да, то, что открыл Демокрит, ну, как открыл, да, сконструировал, собственно... Подположил. Да, подположил, да, создал идею о конечной делимости материи. Вот. Это как раз делимость, да, это абстрактное понятие. Атом, как он его представлял, вообще был жутко конкретным. То есть, это были такие штучки из крючочков. Опять же, он ошибся. Вот это. Он в итоге ошибся, да, то есть, в этом смысле получается, что... Свойства, да, что скорее делимость, забыла, как этот термин называется, да, делимость материи, вот это будет абстрактным в нашем современном смысле слова. А его представления были не только конкретные, но еще и об атоме, но еще и... Дискретность, да? Да, дискретность, точно. Да, дискретность, дискретность. Атом, да, все-таки это более конкретное. Но, с другой стороны, то, что представлял Демокрит и то, что мы сейчас представляем, это разные совершенно вещи. То есть, без крючочков. Да, получается, что самое главное свойство, которое определяла Демокрит, неделимость, оказалась в итоге абсолютно не присуща тому. Не самое главное. Ну, оно вошло в название, действительно. Да, вот имя, получается... Но оно определяло не только неделимую частицу. Конечно. Ну, с моей точки зрения, главное. Ну, и, кстати говоря, об этом, между прочим, писал Маркс в ее диссертации по Демокриту. Ее и читала как раз. Там самое главное свойство было, что атом не воспринимается органами чувств. Вот это был рывок в науке, потому что оказалось, что мы познаем мир не столько чувствами, да, сколько все-таки есть некие вещи, не побоюсь этого слова, интеллигибельные, да, то есть постигаемые только умом. Атом нельзя увидеть, атом нельзя почувствовать, его нельзя на вкус определить. Его только умом можно постичь, интеллектом. Вот, так, здесь все-таки главное не в том, что и здесь нет четко закрепленных ярлыков между абстрактным и конкретным, а здесь самое главное процесс движения от конкретного к абстрактному, и потом обратный процесс от абстрактного к конкретному. То есть это скорее про абстрагирование, да, и про конкретизацию. То есть когда мы развиваемся, мы, по сути дела, это так и совершаем, вот. А когда отказываемся, да, то нам кажется, что должны быть закреплены строгие границы, строгие руки. Вот это навечно абстрактное, а это навечно конкретное. Ну, в истории так не бывает. Так, абстрактное, конкретное, регистрирующее. И последнюю парочку понятий хотела посмотреть. Это у нас соотносительные и безотносительные понятия. Соотносительные и безотносительные. В правилах определения любого понятия, ну, вообще правилах определения понятий, есть запрет на тартологию. То есть когда определение дается через само же слово. Кстати говоря, частенько, да, встречается, масло это что-то масляное, искало определение политологии, была поражена, насколько часто там тартология встречается. Политология, наука о политике. А политика это объект политологии. Замечательно, хорошо объяснили, молодцы. Но в некоторых случаях действительно существует некая пара понятий, которые друг друга подразумевают. И при этом, опять же, да, зависят от того, как бы, от использования, от использования самого термина. То есть про некоторые понятия мы даже не забываемся, что они являются соотносительными. Соотносительные, а здесь безотносительные. Ну, самый простой случай, допустим, это как мы определим, как мы объясним, что такое есть потолок. Ну, скажем, верхняя часть, да? Ну, раз есть потолок, да, по идее, пол тоже должен быть. Или там верх и низ, да, вот такие вот. То есть то, что существует в парочках. Верх и низ. В учебниках геометрии, например, пример в каком-то смысле неизбежный, наверное, от автологии, когда говорят, что ось вращения, да, это центр, вокруг которого, да, там строится какая-то фигура, вот круг, да, допустим. А круг – это фигура, построенная, да, вокруг оси вращения, да, в результате вращения. Ну, в принципе, логично, но просто единственное, что это все равно это в том, но в некоторых случаях не всегда бывает у нас понятно, что речь идет о соотносительных понятиях. Вот обращусь к аудитории. Что вы считаете противоположным идеальному? Понятие «идеальное». Материальное. Материальное. Ага, материальное. То есть получается то, что существует в мире идей, и то, что существует в мире материи. Ну, достаточно, как бы так, квалифицированный ответ. Идиалектично. Как это? Идиалектично. Идиалектично, да, но в то же время и безоценочно, потому что в основном у нас под словом «идеальным» подразумевается что-то хорошее, то есть самое лучшее. Это там «идеальный мужчина», да, например. Или там «дом моей мечты». И, кстати, психологи, да, психотерапевты, им часто приходится помогать людям преодолевать перфекционизм, когда человек зациклен на идеальном результате. И в результате что? Мы не можем достичь идеального, поэтому два варианта. Какие у нас, когда мы не можем достичь идеального? Мы либо там гневаемся, сердимся или ложимся костьми, да, чтобы получить какой-то гипотетически идеальный результат. Или что делают все прокрастинаторы, да, они говорят, да, ну что, идеально все равно не получится, зачем вообще делать? Коммунизм недостижим, поэтому делать ничего не будет, что мы идеальное общество невозможно. Итак, я бы здесь, если прям вот по образцу, по образцу самого слова, да, сказала бы не материальное все-таки, а реальное, реальное. Ну, если материю понимать в широком смысле слова, как то, что существует в объективности, да, независимо от человека, как, например, общество для нас, по сути, делает там материя, общественная материя, она нас формирует. То да. Короче, есть идеальный, есть реальный. Есть идеальный друг, да, а есть реальный. Есть идеальный результат, а есть реально достижимый. Тот, который мы сейчас, да, здесь можем получить. Вот. Но, а безотносительные, да, понять. А, да, допустим, если есть категория болезни, это, кстати, вот в медицине такой, наверное, интересный для меня был момент, вся медицина занимается болезнями. А кто занимается здоровым человеком? Да, есть? Да, то есть все знают, что такое не норма, да, а что такое норма. Да, ведь здесь вот медицина действительно становится перед проблемой. Здоровьем занимается профилактика. Здоровьем занимается профилактика. Ну, прекрасно, что оно есть, да, это чудесно. Вот, то есть болезнь здоровья, да, если есть отношение эксплуатации, то что противоположено отношению эксплуатации? Ну, человека человеком, я имею в виду. Потому что если мы эксплуатируем помещение, да, мы про нее, не об этом идет речь. Что противоположено? Ну, вот с точки зрения, допустим, там, гуманистической философии эксплуатации противоположна любовь, да, бескорыстная. Эльтруистическая, да, может быть, вот такой вот концепт. А безотносительные, да, это какие-то категории, которые, вот, предполагается, что они сами по себе. С другой стороны, вот, например, там, дом, да, как-нибудь. Мы просто говорим дом, да, у меня есть дом. Но, с другой стороны, например, тот же бездомный человек, он бы, наверное, сказал бы, да, что это все-таки относительный. Дом и работа с относительной понятией. Дом и работа, как Содом и Гамора, да, если цитировать классика. Да, дом, работа, да, да. То есть, ну, здесь речь идет о чем? Что, допустим, если мы назвали кого-то, условно говоря, матерью, то что это подразумевает? Что он есть где-то или был, да, хотя бы, да, какой-то ребенок. Если у нас, если мы назвали людей подданными, значит, обязательно есть кто или что? Монарх. Монарх, совершенно верно, да. Ну, и, соответственно, там, если есть страна, значит, есть граждане и так далее. Но вот эту связь, да, в некоторых случаях история разрывает, да, то есть, может быть, монарх без народа, да, хотя большой вопрос, конечно, какой он там. То есть, соотносительная это не только противоположность, но и целая и частная, получается? Целая и частная. Или, ну, мать и дитя это не целая и частная, да, это скорее, наверное, что-то ближе к причине и следствии, причинности и следствии. Тогда, если брать по самословому содержанию, тогда соотносительная подойдут господа-слуги, а соотносительная – товарищи. Кстати, да. Да, прекрасно. Да, давайте так и запишем. Товарищи. Здесь господ и слуг нету. А если все называют друг друга господами, значит, обязательно есть слуги. Полностью согласен. Вот. Это у нас виды понятий. Ну, пять минут еще есть, да? Сколько угодно. Насколько угодно. Хорошо. Ну, и хотела показать соотношение круговых схем. Анна Римовна, не помните? В прошлый раз рассказывала, нет? Используют круговые схемы. Это просто хороший, очень удобный прием, но, подчеркиваю, он касается именно объемов понятий. Существующие, да, там, чебурашки, не чебурашки, да, живые существа и так далее. То есть, соотношение объемов понятий. Вы в прошлый раз пообещали, но не рассказали. Ага. Спасибо, что помните, что я там обещала. Так, соотношение объемов понятий. Итак, понятия по объемам, то есть по предметному содержанию, могут быть, во-первых, у нас сравнимыми и несравнимыми. Сравнимые, несравнимые. То есть, есть некоторые объемы, которые, в принципе, совпадать, сочетаться никаким образом не могут. Они существуют в разных плоскостях бытия. Уже говорила, я пример вот такой приводила, что, например, если я говорю, что Иванов гражданин Российской Федерации. То левая нога Иванова, она не гражданин Российской Федерации. Она в другой плоскости существует. При этом, допустим, жена гражданина Иванова, это сравнимое понятие, потому что она тоже гражданка, может быть, если не Российской Федерации, то чего-нибудь другого. А, например, собственность Иванова. Ну, нет, не собственность не пойдет. Собственность можно и материальные объекты тоже здесь подразумевать. А, например, не знаю, давайте, допустим, какая-то особенность, да, его невроз, да, детский невроз товарища Иванова, да, там или господина Иванова. И сам Иванов. Это два-две разные категории. Почему я так говорю? Например, возьмем известную такую формулировку, да, что наши правоохранительные органы борются с преступностью. Означает ли это, что наши правоохранительные органы борются с преступниками? Вот в каком смысле? То есть правоохранительные органы, да, например, ставят своей целью полное уничтожение преступности. Или правоохранительные органы ставят своей целью полное уничтожение преступников. То есть преступность, как, как раз абстрактное, да, понятие, как феномен социальный, там, девиантного поведения, и люди, да, конкретные, это не одно и то же, они существуют в разных областях. Да, поэтому, получается, несравнимые понятия, да, конечно же, у них объем никоим образом сочетаться не может. Да, то есть человек, как ценность, да, например, и почки человека. Но с точки зрения, может быть, торговца органами, они становятся сравнимыми. Но, возможно, что торговец органами, как человек особых, так сказать, этических воззрений, да, он, в принципе, ну, и вообще, в принципе, да, вот этот момент бесчеловечивания, который имеет место при некоторых, там, товарно-денежных отношениях, они превращают человека в товар. Да, ну, по сути дела, это не одно и то же. Да, не сравнимые. То есть, с точки зрения, да, с точки зрения рабовладельца, да, давайте вот, допустим, здесь вот так вот запишем. С точки зрения рабовладельца, некоторые люди, да, бывают товаром. Некоторые люди бывают товаром. Мы сейчас на это вот видим. Итак, сравнимые. Да, здесь у нас несравнимые, это вообще в разных плоскостях существует. Сравнимые, сравнимые могут быть у нас совместимыми. Совместимые. Это означает, что у них есть общий объем, а бывают несовместимыми. Почему я об этом говорю? Это вот очень удобные схемки, такие круговые, не знаю, считаю, что они полезны весьма. Итак, совместимые. Совместимость бывает у нас в трех видах. В одном случае это тождество. Это такая совместимость, которая либо речь идет о синонимах, когда, например, Санкт-Петербург и Ленинград, это одно и то же. Два имени, но объект один и тот же. Хотя и в разные, конечно, исторические периоды. В другом случае это у нас частичное совпадение, пересечение. Некоторые А являются Б, некоторые спортсмены являются марксистами. Или некоторые люди, ведущие здоровый образ жизни, ну что они там, блондин. То есть на самом деле случайная, да, здесь бывает связь, непричинно-следственная. Непричинно-следственная. Хотелось бы, чтобы все марксисты или здоровый образ жизни. Я бы хотела, чтобы так было. Но там уже как повезет. И третий вариант это подчинение. Все А являются Б. Все А являются Б. Получается, какой мы здесь можем пример привести. Допустим, все все так, любой пролетариат, ну-ка давайте, помогите мне, пожалуйста. У меня слова закончились уже в голове. Любой пролетариат является кем? Представителем человеческого общества. Конечно, безусловно, да. Представителем человеческого общества. И вот здесь у нас такое человеческое общество, которое не пролетариат. Ну, даже если мы скажем, например, любой пролетариат является представителями там, наемных, нет? Да. Работников, то категория наемных работников все-таки будет немножко шире, потому что, если мы говорим официально, даже, ну, может быть, и поспорите, да, со мной, что любой человек, не любой человек, сидящий на зарплате, является представителем пролетариата. Ну, то есть, министры точно так же зарплату получают. Ну, в смысле, и президенты, и так далее. Вот. Хотя, может быть, сам по себе факт наемной работы, между прочим, не является признаком пролетариата, да, то есть, опять же, тот же, продуман человек, попавший в рабство, в прямом смысле слова, а также мелкий буржуа, ну, как бы, это спорный, да, здесь вопрос, но это надо уточнять. Итак, здесь у нас причинно-следственные, да, как бы, связи, это у нас родовое понятие, это рядовое. Тождество, полное равенство, частичное совпадение. Когда мы на 23 февраля поздравляем, принято поздравлять мужчин, да, обычно, часто попадаем, в какую лужу садимся, да, если, то ли мужчин, то ли военных, да, что частично, частенько, женщины являются военными, при этом мужчины, да, кормили, не имеют никакого отношения. Вот. Так, и несовместимость, про несовместимость кое-что я говорила, ну, строго говоря, в любом случае ни один А не является Б. Это для всех случаев несовместимости подходит, ни один проветариат, ни один представитель проветариата, не является капиталистом. Это как бы вот вещи, да, такие однозначные. Вот. Но в качестве частных случаев можно, я уже говорила, приводить противоположности и противоречия. Случаи без альтернативной несовместимости. А, не А. шпаргалки себе написала и теперь у меня их нет перед собой. А, не А. То есть живой, не живой, получил зарплату, не получил зарплату. Ну, имеется в виду конкретный какой-то период. Выполнил заказ, не выполнил заказ. Вот. Наступило там 8 часов вечера, не наступило 8 часов вечера и так далее. А здесь у нас ситуация, когда между двумя противоположностями все-таки есть некие альтернативы. Есть некие альтернативы. Опять же, идеальный результат, ужасный результат. Максимально самые богатые люди в мире, самые бедные люди в мире. Между ними еще тут толпана разнообразного. Это то, что об объемах понятий я хотела сказать. Но единственное только это подчинение. Получается, что мы на самом деле его можем продолжать здесь вот такими концентрическими кругами. Это как раз у нас будет процесс сужения объема от самого общего например к единичному то есть здесь у нас например будет какой-нибудь кто у нас там будет допустим представители класса пролетариата Здесь представители класса пролетариата на территории Евразии, здесь представители класса пролетариата на территории Российской Федерации, здесь представители пролетариата на территории города Велостока. И тут конкретного одного единичного, например, назовем. Вот этот товарищ, такой представитель пролетариата. То есть, чем больше, получается, признаков у нас названо, тем хуже объем понятия неизбежно. То есть, когда я говорила про чебурашку, да, чебурашка, который там и бла-бла-бла-бла-бла, да, чем больше признаков, обычно тем хуже объем. И наоборот, чем больше признаков мы убираем, говорим просто чебурашка, то там может подразумеваться вообще все, что угодно. Самый неожиданный, да, объем может быть. Ну, вот, собственно говоря, это все, что я хотела по видам понятий сказать. Можно вопросы задавать, если какие-то вопросы есть. Можно главный вопрос. Мы на прошлой лекции говорили о том, что формально логика проще и недоступнее. Но там 4 закона, в диалектике 3. Вот сегодня мы разбирали понятия, ну, минимум 8 квалификаций, по крайней мере, 8 досок мы стерли. А в диалектике классификация понятий всего одна, и понятие там делится на единичное, особенное и общее. И все, и никаких лишних классификаций нет. Не проще ли изучать диалектику, которая легко и просто понятие раскидала на 3 варианта, и на самом деле еще переходящее одно в другое, чем запоминать 8 разных классификаций. Что под словом проще и труднее вы подразумеваете? Ну, как минимум, меньше надо классификации, допомнить. То есть, если речь идет о том, чтобы меньше утруждать свой мозг, то действительно. Но на самом деле намного проще не думать вообще, как делают большинство людей. Нет, диалектика просто получается проще. А на классификации и 8. Нет, понимаете, это просто. По сложности и мощи. То есть, когда гений подходит, да, и вот Леонардо да Винчи любил рисовать фрески, а фреску надо рисовать быстро. И вот гений подходит, и он реально за 5 минут, пока краска не высохнет, то он должен будут свои шедевры написать. Он все сразу в личном коде. Мы-то видим результат, а здесь речь идет о том, чтобы пользоваться, чтобы достичь какой-то точности, чтобы достичь конкретности. В этом смысле прибор более сложный, он в этом смысле проще в использовании. Чем сложнее техника, чем сложнее наши сотовые телефоны, тем ими проще пользоваться. Первые компьютеры в школе, наверное, проходили на уроках информатики, учились, там эти вот бейсики, эти язык программирования, там go to, да, и так далее. Техника была очень простая. А эта техника, эта технология, которая позволяет добиться определенной точности. Но если цели точности нет, то можно вообще поэтически, образно, художественно написать. Это получается, что диалектика не такая точная, как формальная логика? Формальная логика в этом смысле, да, она более буквоедская. Она пытается добиться узкого, да, конкретного результата вот в какой-то конкретной ситуации в определенной. Диалектика, она все-таки стремится к глобальному обобщению. Возможно, к точности она даже не особенно стремится. Вы не сможете научить человека диалектики, пока он не освоит формальную логику. Это как в образовании. Вы не научите ребенка читать текст, пока не учится. Тот же Гегель свою диалектику обучал школьников, прежде всего. Я бы не сказала, что тексты Гегеля очень просты. Нет, никто не говорит, что они очень просты, просто говорят о том, что если школьнику преподавать сразу одну систему классификации... Дело в том, что тогда школьники в обязательном порядке формальную логику учили, как миленькие, а Гегель у них факультативом был, скорее всего. Если вы сейчас школьнику дадите сразу диалектику, он вас не поймет от слова «система». То есть, смотрите, простое, чтобы понять, что такое взаимодействие противоречий, нужно понять, что такое противоречие, что они вообще-то взаимоисключающие. В том-то и была гениальность Гегеля и Маркса, который в материальном мире, так сказать, увидел это то же самое, что они поняли, как вот эти две взаимоисключающие, группы, как они между собой во взаимодействии. Дело в том, что недавно... Не совсем, может быть, к месту, может быть, субъективный мой опыт, но вот как бы так. Я недавно просто услышала от человека с... Что... Сама запуталась. Значит, у человека диагностированная шизофрения. Человек при этом очень образованный. Ну, не то чтобы прям очень, но с языком подвешенным. Да, так вот взаимоисключающие вещи, да, говорить, как раз для него совершенная норма. Вот. Ну и в общении, да, пытается... Допустим, человек здоровый пытается поймать его на слове, что он сам себе противоречит. Так вот он понять этого и принять этого, да, в принципе не может. И этот человек мне как раз говорит, осваивая диалектическую логику, да, типа такая формальная логика. Это ничто. Я просто знаю цену такого рода рассуждения. Чтобы освоить, чтобы понять правильно диалектику, чтобы она не была кашей, чтобы она не была на уровне Гераклита, когда он говорит, что обезьяна красивая и обезьяна уродливая, они одинаково истинные, да, и одинаково ложные. Но чтобы до этого уровня и доходить, до пятый век, до нашей эры, например, надо все-таки формальной разбираться. Это все-таки школа, школа мыслей, строгости. После этого действительно диалектическая логика будет наслаждением, просто, да, полет мысли, да, такой глобальный. Все обобщим, но не смешаем. Не знаю, не знаю. Но не смешаем. Математик, я могу сказать, всю школу, всю вышку заставляли все диалектические понятия формализовывать, приводить к тем же множествам. А потом выяснилось, что, собственно, этого и не надо было делать, это вовсе не обязательно. Но это, видите, вы говорите, как раз опираясь уже на базу имеющуюся формального мышления, формально-логического мышления. А когда у человека нет этой базы, вот она вот каша-малаша и будет. Поэтому в данном случае просто я считаю, что помнить о том, что и Маркс, и Энгельс, как люди образованные, и Ленин, они знали формально-логические законы, да, они их превзошли. Но только эта же ступенька, на которую надо встать. А так люди в основном и видят, ну, все равно же это вот все истинно, да, все диалектические противоположности, и не я, и мужское, и женское, наука и лженаука, все суть одно, химия, алхимия, да, и так далее. Вот она в основном это сейчас приводит к каше. Ну, я думаю, могут быть разные варианты для людей, на самом деле. Нет, ту же формальную логику диалектика вводит. Вот те же подмножества, множества, это первый том еще в диалектике, как говорят, это еще вообще объективная логика, а понятие тоже субъективная логика, это уже третий том. И в третьем томе, когда мы находим это понятие, там все эти множества уже были. Это третий том кого? Чего? У Гегеля. У Гегеля понятие субъективная логика, потому что понятие это относится, прежде всего, к мышлению. То есть, кто может мыслить, то он субъект, да, вот он, пожалуйста, он определирует понятие. А то, что мы вот смотрели, там есть множество, допустим, это пересечение множества, ну, у вас, в частности, объемы, да, единичные, общие, всеобщные, это, в принципе, есть все объективная логика, которая содержится в самой базе. И это все точно так же есть у Гегеля. Ну, вот видите, а вы говорите четыре закона, в смысле, три закона у диалектического логика. Там, оказывается, три тома Гегеля еще, с углом нападают на мирном жителе. Три тома, что сводят за трем законом, она прекрасно сводится. Более того, в любую глагу мы берем, тоже понятие сводится к трем, как, опять же, ругали Гегеля, да, к триадам. То есть, все находится из трех вещей. И любую более сложную категорию может ввести в более простой. Это тогда, ну, просто в том-то и дело, что как при движении от конкретного к абстрактному, потом мы возвращаемся от абстрактного к конкретному, на более высоком диалектическом уровне. И так-то это надо пройти. Если человек не знает, что вообще содержание понятий зависит от того, как мы его определим, ему кажется, что определение, вещи и сами слова это вообще суть одно. Я сказала, сахар, да, и станет во рту сладко. Ну, это же все знают. Думайте как миллионер, да, мыслите как миллионер и станете миллионером. В этом смысле, да, это буквоедство, да, такое, но это вот вы с высоты видите своего математического образования, говорите. Поэтому я считаю, что обделять народ формальной логикой нельзя. Но тот же самый Егин, насколько я помню, он, получается, говорит, что формальная логика это уровень, или это скорее даже, наверное, у Канта было уже, да, что формальная логика это уровень рассудочного мышления, да, вот эта диалектика, это нечто более высокое. Ну, как бы, если нет базиса, какой там может быть полет мысли? Ну, наверное, может быть у людей особо одаренных. Ну, как-то вот. Альтернативно. Да, я думаю, можно разными путями идти. Опять же, от абстрактного к конкретному, от конкретного к абстрактному. Но, тем не менее, вот в жизни, да, вот такие вещи помогают установить границы. Например, там, не знаю, ну, вот в области психологии, в области межличностных отношений. Такими штуками пользуются. Диалектика, правда, психологии тоже пользуются. То есть диалектическая психология, это метод излечения, там, например, пограничных состояний. Вот такие пироги.